Слава Богу! Ибо Слово Божие говорит, благодарите за все, ибо такова воля Божия у вас. То, что мы сегодня в Доме Божьем, есть воля Божья. Но еще это не главное. Главное, что сегодня мы услышим в Доме Божьем. Что идут в Дом Божий? Встреча с Господом. Услышать Слово от Него. Поверить в это все. Принять. И сохранить. Исполнить. Вот это обязанности христианина. Если мы пришли, послухали и не исполняли, мы забывчивые слушатели. Послухали, согласились, но не исполняем. И не храним сердце своем. Есть тот, который окрадает. Мы вот это отметили. Существует Духа Святого Тройца, который называется Бог. Бог Тройца, Отец, Сын и Дух Святой. И это свято, прекрасное святое. Они на ровне. Это Рождество Иисуса Христа, воскресение Иисуса Христа, вознесение Иисуса Христа. Очень важное. В чем он его вознес? Он ушел к отцу, чтобы походотайствовать за церковь свою. И чтобы создать и попросить, чтобы Бог, Отец послал Духа Святого. И это рождение церкви. Вот это вот все, оно связано, то, что все написано в Писании. Через то, и народ Божий это отмечает. Через то, друзья, я хочу прочитать некоторые из моих священного Писания, и мы будем, друзья, молиться. Это написано в Евангелии от Иоанна. Это написано в 15 главе. Христос говорит такие слова. «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца сходит и будет свидетельствовать о мне?» Так же и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мною. Здесь он говорит, учеников утверждает, апостолов, когда же придет Утешитель. Хочу сказать, утешитель – это говорить о Духе Святом. И мы, многие христиане, отвергли утешителя. Приходят дни скорби, печали, переживания, болезни, страдания, неустройства, а утешителя нема. Кто утешит народ? Никто с человеком не может утешить. Пойдем в церковь, может, в церковь я утешусь. Не утешися. Если Дух Истины не почивает и не живет в твоем сердце, ты сирота, и тебя никто не утешит. Общество не утешит. Друзья не утешит. Могут больше принести еще ран и страдания. У пророков и у коров есть один единственный утешитель – это Дух Святой. Есть один единственный, который может помочь и спасти, и исцелить, и порадовать, и научить – это только Христос. Потому что Христос говорит, если Священное Писание говорит, не называйте никого отцом – у вас один отец. Никого не называйте учителем – у вас один учитель – Иисус. Никого не называйте наставниками – у вас один наставник – Дух Святой. Мы очень невнимательны к тому, от кого у нас все зависимо от Него. От Бога, Иисуса и Духа Святого. От этой Тройцы. Через что здесь он говорит от утешителей, которые пишут, и он говорит дальше. «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». И дальше он говорит об утешителе. «Он, пришедший, обречит мир о грехе, о правде и о суде». Дух Святой, Ему только одному право дано – обличать, увещевать, утешать, наставлять и говорить о грехе. Ему, Духу Святому, дано право. Бог определил через Дух Святой нас обличать. Он придет, это Дух истины. Он наставит нас на всякую истину. Он будет обличать нас, нас, каждого, не брат, не сестра. Но вы скажете, а служителя для чего? Служителя должны позаботиться, чтобы Дух Святой действовал через них, и говорил через них, и утешал через служителей, и наставлял, и учил. Это работа Духа Святого. Люди взяли на себя ответственность Духа Святого. А Духа Святого вытеснили, убрали. Дух Святой, он стоит в стороне. Он ничего не будет делать, если ему не дадут право. А чтобы ему дать право, то людям надо, служителям, пастырам, учителям, наставникам, деканам, стать в сторонку. И дать возможность действовать не наше «я», гордое и превознесенное над всем, и не наше разум, а каждый должен стать в то положение, что есть тот, которому первое место – это Господу нашему Иисусу Христу. Он сегодня проявляет себя через дары Духа Святого, Дух Святой, Ему дано право. Раньше был Отец, и все израильский народ знал Бога Отца, и был дан закон через Моисей. Пришла полнота времени, и Бог Отец посылает Сына Божего. Кажет, может, они устыдятся, может, они смирятся. Они Сына распяли. И сегодня, потому что это распяли люди и зло, через которых действует. И сегодня то же самое повторяется. Распинают друг друга, убивают друг друга, и думают, что этим служит Богу. Я ж мовчу, я в церковь пришел такой спокойный, тихонький. А что говорится тут, внутри, в нас? То, что в нашем сердце говорится, то говорится открыто пред всем небом. От наших мыслей только зависит наше приближение к Богу или удаление от Бога. И люди сами себя обманули, самих себя, потому что неправильное помышление. Давно удалились от Бога. Ходят в церкви религии, обряды, постановления. Еще только не так. Мы смотрим в Старом Завете, они людей распинали. Потому что это была религия, а не был живой Бог. Там, где Бог, там любовь, там мир, там смирение, там благодать присутствует. И здесь он говорит, он, причащий, Дух Святой обречит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не верует в меня. О грехе Дух Святой обречает меня. О грехе. Не знаю каждого, что не верю я в Иисуса. Когда я нарушаю священное Писание, и я знаю, что так нельзя, но мне так удобнее, для меня это приятнее, то я, Дух Святой мне говорит, ты не веришь в меня. А я говорю, как, если бы ты верил в меня, в Иисуса Христа, это Слово Его, ты бы поступил так, как написано. Вот что заключается. Что мы не поступаем так, как написано, а так, как мне удобно, как я понимаю, как я хочу, и я планы строю, не Бог строит планы, а я сам себе строю планы. Я с Богом не советуюсь. Через то я всегда говорю, то, что ты делаешь и говоришь, это Бога, это воля Божия, или это воля твоя? Мовчить. А что же ему сказать? Я считаю, что это его воля. Через то здесь он говорит, что он придет и обречит мир о грехе. О каком грехе? Что не веруешь в него. Так мы все верующие. Мы все веруем в Иисуса Христа. Мы все исповедуем. Мы провозглашаем Иисуса Христа. Идем проповедовать. А он говорит, верующий в меня, сделай то, что я делаю. Марка, в последней главе говорит, верующие меня будут делать то, то, то. Вот это есть вера. На больных возложить здорово. Новыми языками будет говорить. Не иными языками, что мы говорим на иных языках, молимся. Это молитва. Это наш дух ходатайствует. Наш дух, возрожденный ему, Бог. Мы не знаем, как даже молиться и как молиться. Но Бог настолько по великой милости вложил в дух наш. Иные языки говорят Богу. И никто не знает, кроме Бога. И это великая благодать. Он ходатайствует по воле Отца. Дух Святой даёт способность Духу моему говорить на иных языках. То вы знаете, что? Настолько статки мудрые стали, что не говорили. А Бог говорит молись. Но мудрые надо поступать. Со всяким постоянством молитесь с духом. Во всякое время. Дня и ночь. Людей, которых Бог крестил духом святым. И когда их Бог крестил, они ночью сплять, тело спить. А когда просинается, дух говорит на иным языке и с Богом. Потому что он с ним общение. Это родное, одно единое. Говорит, соединяешься с Духом Божиим, становишься одно с Господом. А он спит. Он на свой разум не полагается, не думает. Он спит, отдыхает, разум отдыхает. А дух, он живой. Он говорит. Через то Христос говорит многим. Говорит Ефесянам. Стань спящий, воскресный из мертвых, и оживить тебя, Христос. Когда духовно смеет человек, он мертвый перед Богом. Он ходит, рассказывает про Христа. Он может это делать. Почему? Человеку данная способность. А лист живой той в Боге, кто с Ним соединен в одном Духе. В Духе Святом. Тот живой. Через то даже обличает Господь, говорит, что говорит колосянам, «Стань спящий, колосянам, а сердицкой церкви, сердицкой церкви, стань спящий, пробудись осна и воскреси тебя, Христос. Ты думаешь, что ты живой? Ты мертвый». И тогда говорит, поправляет, что нужно сделать, Дух Святой ему открывает, что нужно сделать, чтобы ты опять был соединен с Богом. Через то, как важно нам искать общение с Богом. Мы просим, мы молим. И я так думаю, ну мы так молим, мы так упрашиваем Бога. Ну уже такий Бог, что так его надо сильно упрашивать. Умолять и днем, и ночью совершать эти молитвы, чтобы с ним приблизиться. А Господь говорит, нужна вера. Верующему все возможно. Настолько вера, действующая любовью к Богу и к людям. Потому что самая шесть заповедей Бог дал, десять заповедей дал, шесть заповедей делал отношение к человеку и четыре заповедей отношение к Богу. Братья и сестры, Бог дуже ценить душу человека. И вона для него дуже дорога. Что ему пришлось оставить славу небу и прийти, чтобы спасти души человеческие. настолько она для него дорога, то у нас же должны быть такие же чувствования, как и во Христе Иисусе. Чтобы для нас каждая душа была очень дорога. Нема, пришел, ну, нема. Не пришел, ну, и нема. Это не дорого. Это безопасно. Через это нам нужно всем, всем пересматривать себя. Ну, что ж, я же есть, я пришел, лишь бы мне, Бог мне благослови, подкрепи. Есть ты, пить ты, есть, за квартиру заплачено, свет есть, что еще мне надо? Это все плоть. Это плоская натура. А то, что души гибнут, родственники гибнут, погибают, нема. Об этом ни слез, ни печали, ни переживаний. Через это, мы сейчас идем к молитве. Хай Бог поможет нам. О грехе, что не верует в меня. О правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня. О правде, что Вин, Иисус, пришел к Отцу Небесному. Когда Он воскрес, и Мария ждала, когда пришла до гроба, и когда Христос ей открылся, она сильно любила Иисус. Она хотела прикоснуться к Нему. А Он ей сказал, не прикасайся ко Мне. Я же должен пойти к Отцу и вернуться назад. И тогда сможешь прикоснуться ко Мне. Почему? Потому что Ему это тайна. После того, как Он воскрес, никто из грешных людей не мог прикоснуться. А когда Он пришел перед Отцом своей кровью и сказал, что Отец, я за все грехи людей заплатил. Вот мои руки пробыты, ноги и ребро. Кровь я излил, и моя кровь сильно очистит всех, кто поверит в Меня. И Он потом, когда ученикам вернулся, мы знаем, первый день недели, когда ученики собрались, и Он явился перед учениками, и они сомневались, что это Христос, что это Дух. А Он скажет, Дух плоти и костей Неми. Вот в Мои руки, вот я прикоснился ко Мне. Он первый из умерших. Иисус, который умирало много, Он воскрешал, но так, как Иисус воскрес в новом теле, которое в гновение перемещалось, куда нужно, в гновение оку, Он первый из воскресших. А так люди воскрешали многих после смерти, но они оставались теми же грешными людьми. И тогда он явился соприкосниться, все, он ел мед, сотовый мед, кушал, кушал, чтобы они бачили, что он действительно в теле, только это было тело ловое, и он говорит о правде, что я иду к Отцу, и уже не увидите меня. О суде же, что Князь мира это осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух истины наставить вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Как просто. Он не будет говорить от себя. Дух Святой от себя тоже не говорит. как и Христос будучи на земле, Он не говорил от себя. Он говорит, я говорю то, что услышал отца, и я делаю то, что я вижу, что отец мой делает. А мы от себя и говорим, и делаем, но от того толку мало. потому что это надо дать право Духу Святому. Он должен всем управлять и производить в нас и хотение и действие по воле Божьей, для славы Божьей и для спасения. И что мы были носителями Духа Святого. Не буквы, а Духа Святого. Можно жить по плоти, можно нести букву, а эта буква убивает. Через многие мертвые помирали уже и ходят собрания и все. А Бог говорит, я не вижу. Живые только славлять Бога. Живые прославлять меня. А живой тот, кто в Духе Божьем, кто с Богом единственный. Одно с Господом станет Дух Святой и Его Дух в одном Духе. И когда народ Божий собирается в одном Духе, там является слава Божья. Пусть Бог благословит нас. Мы сейчас будем благодарить Бога, что хоть через сознание, через понимание, мы воздадим Ему благодарность и скажем, Господи, оживи меня, чтобы я прославил себя, ибо только живые прославляю Бога. Средство говорит, когда вы собираетесь, у кого есть слово, говори, как слово Божие, у кого есть псалом, ой, во славу Божьем, в кого есть откровение, а откровение дается через дары Духа Святого. Делись откровением и до всего всем будет прославлено имя чьего? Не Василя, не Петра, не Миколы, а имя Сына Божьего, бо все это делает один Дух во имя Иисуса Христа, потому что Он послан Дух Святой прославлять не братьев, не человеков, а Иисуса Христа, во Он единый достоин славы. Молимся, друзья, и благодарим пусть имя об этом освящено и прославлено. Молимся.